Десятилетие патриаршей интронизации сегодня отмечают в Москве. Среди почетных гостей торжественной церемонии глава Чувашии. Епископ Русской Православной Церкви Кирилл не раз отмечал, что властям республики удается сохранить межконфессиональное согласие. Подробности в следующем материале. Трансляция из зала Большого Кремлевского дворца. На торжественном акте интронизации гости со всего мира. Президент России отметил, что заслуги епископа сложно переоценить. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Русская Православная Церковь, вера становится тверже. С десятилетием избрания патриарха на престол поздравил и глава республики. Десять лет уже прошло с избрания патриарха на престол. Много сделано, все больше молодежи ходит в церковь. Все ближе церковь к нуждам верующих, в том числе и географически. Открываются новые приходы не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Это кадры 2011 года. Тогда назначенный на пост президента республики Михаил Игнатьев встретился с патриархом в его резиденции на чистом переулке в Москве. В первых выразить пожелание помощи Божией в этом высоком служении Отечества. Следственное служение. А вера нас призывает к тому, чтобы все, за что мы брались, было во славу Божию и в пользу людей. И тогда Михаил Игнатьев заверил, что для него приоритетная задача укреплять межнациональные связи и развивать диалог с традиционными религиозными конфессиями. 98% это у нас православных, поэтому в мире согласие и жили, в добре. Самое главное, задача прожига межнациональным, межконцентральным отношениям не давать. Спустя 4 года глава республики встречал патриарха в аэропорту Чебоксар. Мы рады вас встречать, для нас это огромная честь. Благодарю вас, спасибо. В интервью нашей съемочной группе епископ Русской Православной Церкви признался, что впервые в Чебоксары он приезжал 50 лет назад. Знаю, что за это время Чувашия и город Чебоксары прошли большой путь. И в смысле обустройства жизни светской и, конечно, в смысле церковного развития. И мне очень хотелось увидеть новое лицо Чувашии. Еще одно заметное событие тех дней. Патриарх дал начало строительству соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского, заложив капсулу для потомков. Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. А если потребность есть, то это значит, живет вера в сердцах. Визит патриарха московского всей Руси Кирилла пишется в истории и культуру чувашского народа золотыми страницами. Духовно-нравственная основа давала, дает и будет всегда давать людям дополнительные стимулы, вдохновение на добрые дела, на благие дела, во благо жителей Чувашской республики. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика.